приветствую вас уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха сторон и самопознания с вами наталья и сегодня предлагаю разобрать тему видит ли он вас в своем будущем в своем ближайшем будущем настраивайтесь на расклад вариант 1 посмотрим ситуацию между вами каких энергиях вы находитесь относительно друг друга и раскроем уже наш основной вопрос итак ситуация между вами на сегодняшний день ситуация между вами королева мечей сразу девочки выходят такое ощущение что не было любви и такой не надо но это с вашей стороны да с вашей стороны король и жезла отношения на самом деле такие горячие яркие отношения больше наверное здесь будут идти по внутреннему импульсу по внутреннему желанию мужчина на самом деле смотрит на вас но в сегодняшнем дне вы будем говорить так особо то в нем и не заинтересованы хотя хотя вам знаете как хочется высказать все этому человеку довольно таки ярко потому что у вас скопилось много эмоций много недосказанного невысказанного этому человеку готов ли он это выслушать нет не готов по одной простой причине потому что ему это не надо ему это без надобности вот если бы вы к нему допустим в сегодняшнем дне обратились не королевой мечей допустим к примеру а королевой кубков да ласковой понимающей дающей женщины которая мужчину может окружить своим вниманием любовью заботой лаской то вот для него было бы это самое такое вот замечательное поведение с вашей стороны здесь конечно интерес у загаданного человека в какой-то степени есть вашу сторону но он все же где-то там где-то там у него будем говорить на каком-то втором полушарии его размышление что ну нет не хочется мне пока разговаривать не хочется мне пока общаться потому что он подозревает что вы можете ему высказать ну реально все что вы о нем думаете он больше знаете как убегает от вас но все равно как говорится мы косим беловым глазом а вдруг эта женщина все-таки станет более мягче вот смотрите он идет куда-то в свое он реально идет куда-то в свое но в надежде что вы первое позвоните первое проявитесь то есть смените гнев на милость вот что-то такое тогда он готов в принципе будет принять все то внимание теплоту ласку заботу которую вы скорее всего когда-то ему дарили сейчас пока человек занят будет больше какими-то своими процессами но вас из виду он не выпускает давайте так может быть безусловно он вас разозлил своей отстраненностью да вы от него к примеру ожидали больше вовлеченности в себя но этого словно пока не происходит не получается и безусловно женщина здесь недовольна поведением мужчины а он недоволен вашим поведением и вот здесь вот немножко такое как карты конечно не показывают противостояние да но интересы интересы немножко не совпадают да но страсть между вами она присутствует она такая знаете здесь нету вот как правильно объяснить здесь нету такого стоячего здесь активно здесь убурлит и здесь здесь все кипит эмоций много как у мужчины так и у вас но у вас они перемешаны больше знаете с таким негативом наверное да вы на него злитесь человек тоже может быть опять-таки повторюсь вами недоволен вы знаете если у вас действительно состоялся разговор буквально недавно да ему и вы ему в порыве эмоции высказали что-то такое то что было ему неприятно слышать то здесь человек лучше пока отойдет сторону займется какими-то там своими мужскими делами а потом вновь может как говорится обратить на вас свой взор и ну тут яркая встреча конечно может быть да давайте посмотрим каких все энергиях вы находитесь относительно загаданного человека каких энергиях семерка мечей каких энергиях вот понимаете у вас энергия такая вообще как я вижу этого человека какой он на самом деле у вас есть подозрение что он все таки не соответствует тем критериям которые у вас внутри таким каким должен быть мужчина по вашему мнению вот у вас идет такой знаете некий внутренний самообман относительно загаданного человека есть подозрительность есть недоверие вы его можете видеть каким-то эгоистичным ну вы сама можете как говорится быть женщиной с высокими требованиями здесь конфликт здесь по большей части идет конфликт от вас к этому мужчине здесь конфликт вы хотите одного вы хотите счастье вы хотите радости вы хотите как некой такой беспечности но словно это не выходит не выходит так как вы хотите и здесь у вас все таки будет представление об этом человеке немножко искаженное почему это он не соответствует вашим каким-то там убеждением что это такое да вы можете хитрить девочки сами в отношении загаданного человека может быть у вас тактика такая да сейчас я к тебе холодна посмотрим как ты дальше будешь себя проявлять если вы допустим к примеру категоричные категорично настроены в отношении этого человека то есть я с тобой больше не хочу общаться и не хочу чтобы взаимодействие потому что ты такой секой я лучше пойду во что-то новое и если не найдется достойного рядом со мной партнера то лучше вообще никакого не надо вот понимаете у вас примерно идет такая позиция с таким тоже общение так себе честно говоря она не наполненная она не яркая но какое-то скудная здесь какие-то интриги постоянно здесь что-то вы очень умная же женщина очень умная женщина но понимаете хочется быть самой собой естественной в каком плане вот если что-то хочется сказать я просто это беру и говорю да и меня принимают такой вот со всеми мои там я не знаю размышлениями со всеми моими принципами идеалами и так далее а тут такое ощущение что при общении вы с этим человеком чуть ли не прорабатываете каждое слово вот если сейчас вот так скажу что будет а если я вот так скажу что будет и так далее вот тут что-то такое а вам хочется все таки не тут не про подстройку королева меча никогда не будет папа подстраиваться до хочется хочется естественности а ее словно не получается это постоянно какие-то знаете издевки подколы ну что-то такое прям или вам знаете как еще может быть при каждом взаимодействии с этим человеком вот реально хочется его так зацепить уколоть чтобы ну ему жизнь медом не казалась вот тут что-то такое это и это вас то тоже же сидит вот это вот жилка да немного как бы осадить этого человека и допустим к примеру к примеру поставить его на место ну вы на и вы на это имеете конечно же полное право но только смысл в этом потому что король жезлов он такой сам по себе условно как на него сядешь так с него и слезешь тут ну как как вам девчонки правильно сказать тут бесполезная трата энергии времени то есть это ни к чему такое ощущение если вы там думаете что если вы скажете какое-то слово и это его зацепит ну нет а вам вот прям хочется его где-то там уколоть понимать бесполезно вряд ли ну когда все таки давайте посмотрим каких энергиях находится он относительно вас но он тут закрытый он тут закрытый ну потому что здесь девочки мужчина закрытый он на выборе у него есть выбор вы либо там еще какие-то другие взаимоотношения он конечно тем самым себе усложняет свою жизнь но это тоже его право понимаете у него есть к вам чувственные кстати аспекты он может считать что вы его женщина как говорится вы его женщина но опять она моя да ему хочется чтобы вы ему принадлежали он он может действительно к вам рваться хотеть с вами встречи свидания но чтобы эти свидания они были знаете такие не ну как бы не на всеобщее обозрение а чтобы это была какая-то такая атмосфера атмосфера очень узкая ну я не знаю вплоть до рабочего кабинета простите пожалуйста да вот вы встречаетесь вы там общаетесь но в каком-то конкретном пространстве но чтобы за это пространство больше ничего не выходило вот здесь вот как-то так идет а потом когда ему захочется он вылетает вот из этого пространства из этого кабинета и дальше живет свою жизнь но там нет вас там нет вашего участия но ему как бы вот у него импульс в вашу сторону чтобы все таки тогда когда ему необходимо оказаться в уединении с вами чтобы это было здесь и сейчас но опять чтобы вы ему отвечали взаимностью они были в состоянии королевы мечей то есть женщина такой придирчивые женщины ну такой грубоватый даже в какой-то степени может быть ему нужно что-то такое мягкое страстное жгучее прям чтобы сознание будоражило сейчас он все равно от вас немножко закрыт да он там в своем чем-то каком-то своем процессе варится у него выбор его идет конкретный выбор вы и там и еще что-то работа там и там другие отношения рот ну про родственников не могу здесь сказать потому что чтобы карта не выпадает но тем не менее может быть у кого-то там тети дяди дети и так далее друзья кстати здесь тоже имеет место быть кстати друзья на него могут какой-то как в какой-то степени влиять на него и ну как забирать его у вас вот тут тоже такой момент но ты вы но я тебя не отпускают и ты со мной но я сейчас там с друзьями пообщаюсь и вот я я вернусь и вот я вернусь но чтобы ты была более страстная более активная более такая энергичная а не сидела с надутыми губами ну что-то тут такое да ну давайте посмотрим видит ли он вас в своем будущем видит ли он вас в своем будущем а вообще что он о вас думает давайте вот с этого все-таки немножко войдем до через его ментал что он вас думает ну у него много представлений сейчас девочки что он у вас думает что он у вас думает вы для него женщина очень все-таки страстная девочки ну тут вы в голове у него не одна простите девчонки но по-другому я тут сказать сегодня не могу прочитать не могу если вы вот допустим к примеру четко уверены что ну вот ну никого нет никого нет и смотрите здесь речь будет идти о том что какой бы он допустим хотел сейчас видеть вас лицезреть более такой спокойной мягкой но властной либо все-таки ему больше сейчас понравится тогда когда вы действительно такая ласковая сексуальная добрая и сговорчивая тогда когда допустим к примеру он сможет на вас так посмотреть и все и вы уже перед ним так сказать увидев его вы растаяли то есть он появился в вашем пространстве весь такой яркий красивый сильный такой брутальный и чтобы вы только на него посмотрели и все и сразу обмякли и вот он реально прям фантазирует представляет какой вы могли бы сейчас быть да вот ваша реакция а какой реакции реально он хотел бы от вас сейчас больше получить ну тут тоже такая интересная конечно информация идет если к примеру он хотел бы чтобы вы чуть ли не хлыст взяли в руки и сказали допустим там надо и сейчас будет вот так то он хотел бы быть реально таким кротким податливым вот девочки поймите правильно здесь человек не только фантазирует какой бы он вас хотел видеть но и какой его будет поведенческий ряд здесь тоже вот ему сейчас лучше какую роль проигрывать более такого спокойного мужчины соглашающегося на все ваши предложения да либо все таки ему взять такой поведенческий ряд брутального мужчины который еще с таким знаете тембром голоса рык прям тут удивительно если здесь все таки идет речь о двух женщинах то он перебирает ему сегодня хочется с вами побыть с более такой понимаете вы для него можете быть женщиной стабильный постоянный и вас к нему тянет но видите как вот эта тяга к вам она его в какой-то степени немножечко раздражает ну не то что раздражает а вот он не хочет быть покоренным а королеве пентакли сложно не покориться потому что ваше вот это вот некое спокойствие лояльность но и в то же время умение управлять оно его зажигает оно его подстегивает вы его маните этим он сопротивляется но он ну не хочется вот это слово говорить подчиняется но подчиняется он сопротивляется но подчиняется ему действительно хотелось бы чтобы вы взяли вот прям доминирующую роль в ваших отношениях понимаете как он прямо об этом мечтает ну к примеру вы ему звоните и говорите ты сейчас там появляешься в таком-то таком-то месте и будет то-то-то обсуждению там отказы это не подлежит все точка ему хотелось бы вот так но это сказано будет все равно с лаской мягко мягко но в приказном тоне понимаете как ну либо ему сегодня ну или вот в ближайшем каком-то будущем вчера, сегодня, завтра ему хотелось бы все-таки оказаться в объятиях совершенно другой женщины которая позволит ему самому назначать управлять командовать вот что-то такое то есть он будет исходить из своего внутреннего состояния каким ему хочется сейчас быть ух как давайте посмотрим все-таки видит ли он вас в своем будущем в ближайшем будущем видит ли он вас в своем ближайшем будущем если если здесь загаданный человек вошел в новый цикл своей жизни и он сейчас все внимание уделяет ну будем говорить своей семье то скорее всего здесь девочки он вас видеть в своем будущем не будет то есть у него начался совершенно новый этап и если вы являетесь его любовницей да вас там в его жизни нет да ему где-то конечно не совсем будет уютно но он с этим справится то есть человек такое ощущение хочет попробовать начать жить по-другому иначе более стабильно более спокойно более там все равно там не получится такой стабильности потому что здесь мужчина очень такой юркий он все равно как ему на месте ты не удержишь король жезлов это прям фигра там фигра здесь смотрите если человек будучи женатым пошел согласился на взаимоотношения с вами чтобы затянуть и себя и вас вот это вот в этот многоугольник он же не просто его создал правильно потому что ему чего-то не хватало так вот я вам хочу сказать ему и сейчас не будет хватать потому что сам по себе человек такой но он будет пробовать он будет пытаться но вряд ли у него по итогу это что-то получит ему все равно захочется новизны ему захочется чего-то другого более такого интригующего вдохновения семейная жизнь да там можно получить вот это вдохновение но видите как еще раз повторю здесь мужчина он такой ты его не удержишь на месте а семья она подразумевает все равно ты ну фиксируешься условно в этом и уже пора бы успокоиться ему это будет крайне сложно очень сложно ну по крайней мере человек пробует человек старается человек возможно пытается вообще изменить себя но дай бог чтобы это все получилось если вы являетесь его супругой девочки тут тоже интересный момент если опять-таки да повторюсь если не получится вот той новизны которую допустим к примеру он ожидает да в ваших отношениях то он бросит вот эту затею и он будет делать ровно так как делал друзья там другие женщины работа и так далее то есть вам там места в его будущем ну практически не остается там будет только ну как говорится как долг наверное да какие-то обязательства если у вас просто взаимоотношения тяжелая карта вот этого вышла десятка мечей к семейной жизни однозначно здесь не будет готов человек нет ему захочется все-таки беспечности ему захочется легкости вот словно человек еще не накуражился понимаете если если вы в его будущем постольку поскольку я не могу сказать что вы прям будете у него там постоянно в его поле зрения нет вы можете быть для него просто той женщины для легкого времяпрепровождения но не для серьезных отношений вот здесь вот пока если вы просто встречаетесь здесь пока речи вот о стабилизации о вовлечении родственников с вашей его стороны нет то есть здесь не про семейные отношения к сожалению или к счастью кто знает видите вы все равно не доверяете этому человеку но решение такое ощущение будет идти с его стороны вот парадокс да вроде бы вы решаете но по итогу он может как бы обозначить да чему быть а чему не быть как вам быть давайте посмотрим как вам быть как вам быть относительно загаданного человека девочки здесь пора уже осознать тот факт допустим что ну не случилось у вас с этим человеком выстроить гармоничный вот прям таки союз где вы друг друга понимаете с полуслова скорее всего вы очень разные и вам просто нужно собраться силой воли силой духом и все таки отстраниться от этого от всего и пойти в свое новое реально в свое новое и при этом самым выстроить свои границы королева мечей она на самом деле может это сделать и причем не напрягаясь да и будет внутри некомфортно неуютно но она это сделает лучше как говорится она переболеет все это но потом она как говорится встанет отрехнется и пойдет дальше не бойтесь девчонки вот здесь вот у вас есть вот такое возможное переживание я останусь одинокой да нет одинокой вы в любом случае не останетесь будет у вас еще куча ухажеров вы еще будете от них отмахиваться понимаете но нужно внутри в себе что-то изменить для того чтобы подобные кавалеры ваше пространство даже не заглядывали понимаете немножко нужно внутри поменять свое мышление как-то иначе по-другому начать думать в целом о себе о мужчинах о выстраивании взаимоотношений с ними просто проанализируйте скорее всего у вас подобная ситуация она уже совершается не единожды то есть типаж мужчин здесь может быть повторяющийся и у вас к этим всем мужчинам есть некая подозрительность может быть надо убрать свою подозрительность начать все-таки чуть-чуть ну я не могу сказать доверять прежде чем доверять человеку нужно его просто узнать а чтобы узнать нужно просто общаться не влюбляться а просто общаться потому что мы девчонки иногда позволяем себе сначала влюбиться а потом начать общаться вот здесь лучше все-таки первостепенно это взаимодействие да мы обмениваемся информацией но то есть здесь тоже необходимо понимать мы какой информацией обмениваемся и как потом эта информация будет влиять на дальнейшую коммуникацию поэтому как вам быть если еще раз да как вам быть здесь конечно лучше все-таки осознать тот факт но не получилось девчонки вот это ваш такой вот ну не получилось бывает не получился этот союз с этим человеком если допустим к примеру вы находитесь замужем за этим человеком постарайтесь здесь не про развод поймите правильно здесь все-таки за то чтобы на данном этапе времени вы не думали допустим к примеру что вы лишнее не усложняете не накручиваете ситуацию а просто вовлекитесь тут что десятка мечей да вовлекитесь в какой-то свой процесс который допустим к примеру у вас висит в воздухе а вы его еще не дозавершили может быть это касательно финансов да может быть это какого-то вообще в целом вашего карьерного роста потому что здесь карьера тоже прослеживается для девочек может быть вы когда-то я не знаю хотели стать я не знаю там директором ресторана может быть или вы хотели стать стюардессой к примеру либо еще кем-то попробуйте перефокусировать свое внимание именно на то что вы когда-то уже начали кстати этот процесс но вы его до конца не доделали не думайте сейчас о том что у вас будет с этим человеком подумайте пожалуйста вообще о том какая ваша личная задача задача вашей души для это при при этом воплощении какая задача каждая душа пришла все равно себя в чем-то реализовать и причем круто реализовать вы мне можете девочки сказать да блин да там у меня вообще свой крутой бизнес и все остальное прочее поверьте поверьте это может быть не все есть еще что-то то что вы начинали но не дозавершили и в этом нужно вам немножко покопаться узнать распознать вспомнить что это может быть да и направить весь фокус внимания именно в этом направлении а пока эти отношения оставить дайте времени создать для вас так ситуации обстоятельства которые будут вас больше радовать и больше наполнять понимаете у нас в пространстве есть многовариантность мы же каждый день стоим на выборе как нам двигаться какое решение принять я сегодня иду на эту работу или я сегодня вообще не иду на работу как и это будет очень мощно влиять на наше будущее выбор вариантов и туда куда вы сейчас будете направляться реально надо выбрать вот это вот направление принять осознанное решение если я определяю свой фокус внимания на вот это все окей тогда я туда иду и там обстоятельства события будут к вам под вас подстраиваться потому что вы выбрали этот путь и тогда когда мы выбираем путь к нам приходят те возможности которые укрепляют нас в этом пути и мы становимся более уверенными более внутри слаженными цельными и есть такое внутреннее ощущение что мы действительно на своем месте вот здесь вот реально девчонки нужно определиться еще какой момент здесь карты показывают если вы перебираете постоянно допустим партнеров в надежде на то что там будет лучше там будет круче постарайтесь сначала разобраться до конца в этих взаимоотношениях здесь реально надо доразобраться потому что здесь может идти такое некое обесценивание если вы четко допустим понимаете что этот мужчина ну он вообще вам ну никак не подходит это не ваш типаж и зачем вы на нем зациклились тогда это другой разговор но если у вас к этому человеку все-таки есть притяжение есть те качества в человеке который вам реально нравится где-то вас человек устраивает а на 50% он реально вас устраивает то постарайтесь все-таки не бежать за там за чем-то за другим а просто ну тут не просто получится кстати поработать поработать над тем то что вас все-таки не устраивает а почему вас это не устраивает в этом человеке почему это вас так тревожит почему это вас так заботит и почему это вас вводит в состояние гнева допустим почему именно вот это и тут нужно покопаться здесь реально нужно разобраться и тем самым тем самым вы упростите для себя на самом деле задачу и упростите ваши взаимоотношения с этим человеком здесь вот речь идет об этом пишите пожалуйста девочки в комментариях насколько с вами резонирует насколько с вами проигрывается для меня это очень важно как в принципе для любого таролога желаю вам правильных решений правильных выводов если действительно кому-то необходим разбор что не так 50% пожалуйста обращайтесь постараемся через карты таро конечно же проанализировать все то что у вас в паре есть чего нет что можно действительно поменять над чем задуматься какие инструменты использовать и так далее пожалуйста обращайтесь все контакты вы найдете внизу в описании под видео с вами я надолго не прощаюсь до новых видео всего доброго